Найти нужную книгу в бумажном или электронном варианте за пару минут, даже если она находится на другом краю земли. Новые библиотечные технологии позволяют это сделать, радуется книголюб Вадим Вавилов. Он частый гость восьмой библиотеке на Николая Панова, 30. Здесь время летит незаметно. Художественная и научная литература на любой, даже изысканный вкус. Это та библиотека, в которую хочется зайти и провести очень много времени. Здесь можно не только взять книгу, а еще посетить интернет-зал, посмотреть на новые выставки. Самое главное, здесь просто хочется находиться и здесь очень прекрасная атмосфера. Эта библиотека первая в Самаре победила в нацпроекте «Культура». Модернизация коснулась всех аспектов работы. Книжный фонд увеличился до 24 тысяч экземпляров. Все новинки литературы, в том числе и бестселлеры, можно легко найти на полках. Заработала электронная система поиска нужной литературы и ее контроль. Это делает обслуживание читателей более комфортным и рациональным. Кроме того, украсть книгу невозможно. На каждый нанесен штрих-код. В нашей библиотеке представлена уникальная подборка акции «Просветитель». Мы единственные в Самаре и Самарской области, кто владеет этой коллекцией. Это популяризация русскоязычных ученых, которые могут простым, доступным языком рассказать о современном мире астрономии, физики, о тех исследованиях, которые проходят в нашей стране. Современная библиотека – это не только читальный зал. Это интерактивные площадки. Здесь проходят творческие вечера и мастер-классы артистов, писателей и поэтов, выставки художников. Ученые рассказывают о последних научных достижениях. А между творческими спорами можно выпить чашечку чая в литературном кафе. Созданные здесь технологии, новые библиотечные информационные технологии, они просто позволяют библиотеке стать удобной, современной, комфортной. Открытие вот такой вот модельной библиотеки, а она не последняя в нашем городе, это только начало. Это настоящий прорыв в нашей культуре. Чтобы встречи проходили интерактивно, а система обслуживания читателей работала как часы, в рамках нацпроекта «Культура» закупили специальное световое и звуковое оборудование. А компьютерная система автоматически создает личное досье на каждого читателя и может в дальнейшем порекомендовать нужную литературу, исходя из его вкусов и пожеланий. Еще одна услуга – короткое сообщение на телефон или электронную почту о всех новинках или по отдельным направлениям литературы в библиотеке. Эксперты уверены, классическая книга будет популярна всегда. Исследования нейрофизиологов показывают, что при чтении бумажного носителя, при чтении книги, которую человек держит в руках, у него запоминание, оно на порядок, в сильную, более сильную сторону отличается, чем при работе с гаджетами или при работе с электронными ресурсами. И поэтому я думаю, что мы как регион интеллектуальный просто не позволим себе потерять вот этот потенциал, который потом мы реализуем в инженерном уже направлении наших предприятий, которые действительно по сути формируют, например, ракетно-космическую отрасль всей России. В Самарской области 9 библиотек модернизируют по последнему слову техники по нацпроекту «Культура». По замыслу авторов, библиотеки нового поколения должны стать центрами протяжения научной и творческой мысли. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.